Всем большой привет! Сегодня видео будет, знаете о чем? О подарках на день рождения Герману. Я вам обещала и сейчас поделюсь небольшой частью того, что же ему подарили. Так что, если интересно, то оставайтесь с нами. С нами, с игрушками. Первый подарок будет от нас с мужем. Я сразу скажу, что мы с самого начала отсекли варианты дорогущих, каких-то нереальных подарков. Даже не знаю почему, просто мы решили ему подарить то, с чем он действительно будет играть, что ему действительно понравится. И мы пришли с ним вместе в магазин и, знаете, как бы это ни смешно было сказано, дали ему право выбора. И его заинтересовали динозавры. Ему понравилось, он выбрал несколько, то есть мы поставили, ну как, мы дали на выбор несколько игрушек и посмотрели, на чем он зафиксирует свое внимание. Это были динозавры. Я, конечно, не сильно разбираюсь в названиях. Тиранозавр, динозавр. Не стала перед видео смотреть, извиняюсь. В общем, для меня это динозавр, который ходит с помощью пультика и можно управлять. Здесь есть кнопка взад-вперед, можно поставить музыку и танцевать. Динозавр стоит в районе двух тысяч, вроде бы, не помню, две, максимум две с половиной тысячи. Здесь сейчас я вам включу его, он шумный. У него двигаются ножки, хвостик. Если поставить танцы, то он прям... И честно я вам скажу, что ребенок, мы брали это с собой в отпуск, он этим играл каждый день. Он уже умеет включать его сзади, он знает, что с помощью пульта можно его управлять. И это такая хорошая альтернатива машинкам. Так что предлагаю взять вам на заметку. Простая, но правда очень классная игрушка в виде динозавра. И еще мы купили знаменитые все эти наборчики, не только для детей, но и для взрослых. Это из серии динозавриков вырастить травку в пакетике. Вот тут разные головы. И вот мы будем с ним поливать. Мы уезжали, мы не пользовались, но сейчас будем растить, потом вам покажем. На самом деле здесь, вот видите, девочкам, наверное, будет классно. Можно сделать хвостики, всякую такую штуку. Ну, в общем, просто набор динозаврик. Второй подарок будет от моей мамы, от бабушки Германа. Это будет такой чемоданчик. Это набор для врача. Когда я долго думала, что же ему дарить. То есть мне люди спрашивают, что дарить, расскажи, видишь лист твой. И как-то так совпало, что ко мне пришел педиатр, и нужно было его послушать. И Гера испугался. И он говорит, а он у вас не играет в детские такие вещи? Я говорю, у нас нет. Он говорит, как, купи ему. Я попросила маму свою купить набор врача. Чемоданчик, он, конечно, уж такой потрепанный. Но вот фирман, кстати, мы с ним изучаем. Вот одеваем, слушаем. Всякие градусники, пилюли. Так что это тоже классная вещь. Стоит недорого, но полезно. Но помимо наборчика для врача, мама подарила еще, помогаем папе, набор. Вот так называется. Тут всякие, соответственно, вы понимаете, инструменты. Куча всего. Мы еще тоже с этим особо сильно не разобрались. Но Герман почему-то считает, что это все нужно использовать для ног. Он начинает прикручивать, откручивать, бить. Все по пальцам ног. Я не знаю, где он это взял. Но, в общем, мужчина будет расти с полным набором всяких инструментов. Следующий подарок будет у меня от Ани Гэб, которую я тоже попросила. Это знаменитые вот такие ночники. У меня в виде мишки с короной, фиолетового цвета, очень красивый. Вот тут, насколько я знаю, раньше они работали только от батареек. И вот, знаете, как обычная защелка, включить, выключить. А сейчас я увидела, что еще существует, можно при помощи пальчика. Нажать, включить и выключить. Вот, очень красивый фиолетовый цвет, мне кажется, такой универсальный для девочки и для мальчика. Потому что я не знаю, кто у нас второй. В нашу детскую смело подойдет. Вот, спасибо, Анечка, тебе большое. Также Герману еще подарили набор посуды для еды. Там три тарелки, по-моему, и чашечка, или две тарелки, не помню. Просто он у нас сейчас вне дома, мы просто уезжали. Вот, но я фотографию вам ставлю, как это выглядит. Потому что, мне кажется, ты уже взрослый человек, который должен есть свои собственные тарелки. Не пластмассовые, никакой, а настоящие фарфоровые тарелочки. Вот, так что буду следить, конечно, чтобы он не разбил. Но, в целом, вот, очень миленький наборчик. Дальше по списку у нас будет вот такая крутая гитара в виде собачки. Ее тоже можно так вот через шею протянуть, включить и играть, например, Роу-Коу, либо песенки. Также струны тут работают. В общем, это очень смешно смотрится, когда маленький ребенок ходит вот с такой гитарой. Потому что мы, в принципе, замечаем, что Герман у нас достаточно музыкальный мальчик. Вроде бы, у него даже слух есть. Потому что у нас бабушка концертмейстер. Так что не спрашивайте, как мы это определили в два года. Вот. Вот такой гитару могу вам предложить. Потому что я спрашивала либо барабаны, либо, ну, барабаны, понимаете, да, в квартире барабаны. Это, наверное, полный от нас. Нам подарили гитару. Чему я тоже очень сильно рада. У нас есть пианино, есть теперь гитара. И Герман в полном восторге. Это причем из одной фирмы и пианино, и гитара. Так что, если у вас есть желание, что-нибудь музыкальное, то присмотритесь. Вторая бабушка с дедушкой подарили Герману самокат. Вы его уже видели во влогах много раз. Это фирма Микро. Так что я его на даче у нас, так я его не привозила. Но это тоже подарок на день рождения. Следующий подарок от Крестного. О, господи, это гитара. Это, конечно же, вот такой чемодан Транки. Он достаточно популярный, тоже вы все знают. Герка уже на следующий год сто процентов сможет с ним сам едет, сам собирать. Как он у нас раскрывается. Вот такой пластмассовый чемоданчик. Я знаю, что дети любят... Извиняюсь. Я знаю, что дети любят на них сидеть. Если вы едете в аэропорт, можно на него посадить ребенка. Вот он тут берется ручками, катается. Так что это очень удобно. Здесь даже веревочка протягивается и может вообще с собой его везти. Но, короче, мы в теме. Вот так. И последнее на сегодня из подарков, это будет железная дорога. Я просто мечтала о ней и подарить ее ребенку, потому что все-таки мальчик. И он любит поезда. Электрички у нас умеют говорить чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух. То есть это его любимое. И нам вот подарили. И самое главное, что я хотела, чтобы железная дорога была... То есть поезд ездил от батареек. Потому что он еще не понимает, что можно поставить и самому там ездить, возить. Это не так интересно. А вот именно поставить поезд на железную дорогу и следить за тем, как он ездит, это достаточно интересно. И причем эту дорогу можно расширять, можно покупать все время какие-то детальки в ней, сделать там мосты, еще что-то. В общем, играем все вместе. Это же такая развлекуха для меня, для папы. И Герман доволен. Так что, Алиска, спасибо тебе большое. Угодила на 100%. Так что это все на сегодня, что я хотела вам показать. Поделилась с вами подарками для Германа. Самая улыбка не сходит с лица, потому что я довольна как слон. Если я довольна, то он подавно. Вот. Все подарки, то, что я просила, то и нам и подарили. Все такие нужны в нашем понимании. Оставлю все ссылки, естественно, внизу. Заходите, смотрите. Сдавайте вопросы. Давайте что-нибудь обсудим. Ну и девчонкам, которые все это нам дарили, еще раз скажу большое-большое спасибо. Так что все, ребят, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok